Последние исследования в сфере менеджмента и рекламы. Мы позволили себе сделать такую лабораторию, где мы можем проводить исследования любого видеоконтента. Это не только реклама, это любой видеоконтент. Все, что можно померить через глаза и через мозги, через вегетатику, мы все это можем сделать. С лекцией на бал. Сегодня у нас юбилейный бал. Бал посвящен десятилетию, как лицей вошел в состав Казанского федерального университета. А еще совпал так удачно этот бал с годом педагога и наставника. Можно ли спать после звонка будильника? Лучше прозвенел будильник, встать, сразу включить свет, какую-то зарядку, свежий воздух, чтобы окончательно проснуться. Лучше вот так вот просыпаться. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Карины Саяхова. 10 ноября 2023 года в Казанском федеральном университете пройдет 17-я серия научно-популярного проекта про науков КФУ под названием «Код ученый», где десятки спикеров смогут удивить студентов своими проектами и разработками. В их числе Сергей Корякин, Дмитрий Соболев, Сергей Малоземов и даже Дмитрий Пучков. Гостей ждут научно-популярной лектории от преподавателей КФУ и известных приглашенных спикеров. Практические занятия, в числе которых опыты, эксперименты, мастер-классы, а также тематические игры, квизы, викторины и многое другое. Так, с 2016 года проект стал чем-то большим, чем просто обучающий фестиваль. Про науку 2023 – это прекрасная возможность не только для студентов, но и для преподавателей стать свидетелями удивительных экспериментов, лекций и почувствовать себя частью научного сообщества. Помимо очного формата, мероприятие будет транслироваться в социальную сеть ВК и на платформу Рутюб. Годы жизни Александра Сергеевича Пушкина пришлись на 19 век. Время балов с галантными джентльменами и дамами в роскошных платьях. Казанский федеральный университет и лице имени Николая Ивановича Лобачевского позволили школьникам окунуться в одну из самых красивых эпох. Об этом расскажет наш корреспондент. В Казанской ратуши прошел ежегодный пушкинский бал, посвященный десятилетию лице имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, а также году педагога и наставника. Торжество прошло в роскошном зале. Его украсили ученики 10-11 классов. Лицейсты выбрали свои самые пышные наряды и отправились вальсировать по паркету ратуши под музыкальный аккомпанемент Казанского джаз-оркестра «Фантазия» и оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиоскара Камала. Сегодня у нас юбилейный бал. Бал посвящен десятилетию, как лицей вошел в состав Казанского федерального университета. А еще совпал так удачно этот бал с годом педагога и наставника. В нашем лицее педагог – это все. Учитель – это носитель культуры, носитель традиций, потому что выпускники, также возвращаясь в лицей учителями, продолжают начатое учителями, их наставниками дело. Основная идея бала не только в приятном времяпрепровождение с танцами, но и в литературно-эстетическом просвещении молодежи. В организации бала были задействованы информационные технологии и медиаискусство. Традиционно осенний бал проводится уже 10 лет. И с каждым годом атмосфера XIX века передается все сильнее. Утонченные платья с пышными юбками на юных девушках, черные смокинги на молодых людях, светские разговоры и реверансы с минуэтами – все это делает мероприятие незабываемым. С 2013 года бал проводится в двух залах. В первом с дефиле выступают гости, а во втором выбирают короля и королеву бала. Это мероприятие на самом деле происходит из года в год. Оно настолько шикарное, так хорошо передает атмосферу того века. Все приходят в таких красочных, блестящих, красивых платьях. Мальчики в смокингах. Это настолько возвращает нас в ту эпоху. И также вот в моем платье, в корсете. Мы уже станцевали. Минуэт. Танец называется «Минуэт». Как меня поправил мой партнер. По-моему, у нас все получилось отлично. Судьи были в шоке. Торжественной приветственной речью выступили почетные гости мероприятия. Проректор КФУ по образовательной деятельности Екатерина Турилова и Альберт Аганов, заведующий кафедрой медицинской физики. Они особо отметили научное развитие лицея при университете. И выразили благодарность организаторам за проведение таких мероприятий. Это праздник, но праздник для вас привычный. Потому что я надеюсь, что каждый день в лице это для вас точно такой же праздник. Сразу скажу, конечно, вот это вхождение в вас, нас, в семью университетскую, это знаменательное событие. Сидеть между двух отель в трех студиях всегда было неудобно. Примерно 25 лет так мы и жили. К одному столу все-таки приладится проще или привыкнуть, или приладится. Во втором зале прошел конкурс короля и королевы бала. В нем пригласили участвовать самых активных учеников этого года. Были номинированы четыре пары из выпускного 11 класса. Лицеисты подготовили выступление и потрудились над костюмами, чтобы получить заветную корону. Победители будут весь год представлять лицей на всех мероприятиях. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. Лаборатория «Нейротренд» в Казанском федеральном университете – одно из немногих мест для изучения маркетинга. Здесь студенты из Института управления экономикой и финансов могут проводить самые настоящие исследования в сфере менеджмента и рекламы. На одном из таких побывал наш корреспондент. 24 октября в лаборатории «Нейротренд» Казанского федерального университета начался новый эксперимент. Студенты Института управления экономики и финансов проводят исследование, которое поможет преподавателям вузов в создании обучающих видеороликов и лекций. Как это работает? С помощью высокочувствительных датчиков определяется точка, на которую направлено внимание зрителя. Так просматриваются несколько десятков видеороликов разного хронометража и содержания. После практической части студентам и преподавателям предстоит большая работа по анализу результатов. Эти знания помогут создавать более качественный видеопродукт для дальнейшего использования в образовательных целях. Участники уже применяют свои наработки для воплощения своих научно-исследовательских работ. Проект коллаборации, когда объединяются индустриальные партнеры и высшие учебные заведения. А поскольку Казанский федеральный университет – это один из крупнейших вузов России, и здесь созданы все условия для того, чтобы синтезировать науку и практику. И вот благодаря нашему партнерству с нейротрендом, с индустриальным партнером, мы позволили себе сделать такую лабораторию, где мы можем проводить исследование любого видеоконтента. Это не только реклама, это любой видеоконтент. Все, что можно померить через глаза и через мозги, через вегетатику, мы все это можем сделать. Мы занимаемся нейромаркетинговыми исследованиями и изучаем влияние рекламы, трейлеров, вообще разного формата видеосегмента и других вещей на человека. Это огромная ответственность и это нереально крутой проект. Для качественного проведения эксперимента и чистоты результатов создаются все условия. Опытные наставники и новейшее технологическое оборудование позволяют отследить реакции человека. В 21 веке особый интерес вызывают нейротехнологии и их использование для создания и анализа рекламы. Поэтому ключевой задачей самой лаборатории становится привлечение молодых ученых к исследовательской деятельности. Стоит отметить, что результаты экспериментов применяются в экономике и маркетинге не только на территории Республики Татарстан, но и других регионов России. Мы принимали участие в Казань Digital Week. Это специальный форум, организованный и посвященный цифровым технологиям. В нашей постоянной секции, в которой выступала наша заведующая кафедре Наталья Валерьевна, мы активно принимали участие группой. Я, как самый активный, пытался быть вовлечен в процесс, задавал вопросы и получил приглашение от директора нейротренда на стажировку в Москву в компанию нейротренд. Это будет преддипломная стажировка непосредственно в Москве. Я являюсь активным участником данного кружка все два года, сколько учусь в КФУ. И участие в данном кружке помогло мне выбрать профиль на свой третий и четвертый курс. А также я уже понимаю, о чем буду писать свою дипломную работу. В первом семестре первого курса нам рассказывали о возможностях, которые дает КФУ. Одним из них было участие в научных кружках. И как только рассказали о кружке нейромаркетинга, меня сразу интересовал он, и я решила сюда прийти. Мне тут очень понравилось, поэтому я тут до сих пор нахожусь. Казанский федеральный университет является драйвером инновационного развития республики. Лаборатория нейротренд соответствует требованиям мирового рынка. Сочетание уникального оборудования, собственных методик и ведущих экспертов в своем деле позволяет создать уникальную научную основу для развития отечественных нейротехнологий в Татарстане. Изучение рекламы и маркетинга в рамках исследований дает возможность проанализировать современный рынок. Студенты получают ценный опыт для повышения профессиональных навыков и знаний. Николай Осуховский, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Досыпание по утрам является частым явлением. По результатам исследования специалистов в области психологии и клинической неврологии Стокгольмского университета и Каролинского института Привычка использования функции «отложить будильник по утрам» больше всего распространена среди молодежи и сов. О том, как досыпание после пробуждения влияет на организм, какие последствия несет за собой эта привычка, узнаете далее. Человеческий организм тесно связан с ритмами окружающей среды. Поэтому восход и заход солнца непосредственно влияют на наши внутренние биоритмы. Процесс просыпания происходит за счет двух механизмов. Количество выработанного мелатонина и внутренних часов. Сетчатка в наших глазах имеет светочувствительные клетки, называемые фоторецепторами, которые сообщают мозгу день, сейчас или ночь, и таким образом влияют на наш цикл сна. Когда солнце садится за горизонт и свет становится менее ярким, в организме вырабатывается гормон сна, что и вызывает сонливость. С рассветом, когда солнечные лучи проникают через сетчатку глаза, в организме вырабатываются гормоны, необходимые для дневного бодрствования, и человек начинает просыпаться. Есть внутренние часы, у каждого человека свой ритм и свое время, за которое он высыпается. Если человек соблюдает нормальный режим дня, и за дня в день есть определенные часы, когда он ложится, когда встает, то даже без будильника уже внутренние часы нас будут пробуждать именно в то время, которое нам необходимо. В нашей современной суетливой жизни многим приходится бороться с нехваткой сна и нарушением режима, из-за чего процесс пробуждения может быть осложнен. Поэтому при звонке будильника по утрам многие часто нажимают кнопку «отложить», чтобы поспать еще несколько драгоценных минут. Несмотря на то, что так делает каждый второй засонья, немногие знают о его негативных последствиях. После будильника, конечно, нежелательно. Если это буквально несколько минут, и просто полежать, окончательно проснуться, то, конечно, это возможно. Но если уже человек знает, что он глубоко засыпает, и тут ведь глубоко и все равно это 5-10 минут, потом повторный звонок. То есть только человек засыпает и уходит в глубокую стадию, и в этот момент прерывается. То есть опять вот этот цикл нормального сна нарушается, разрушается. И дальше уже встает с тяжелой головой, снижается работоспособность, ощущение, что не выспался. Поэтому, конечно, лучше прозвенел будильник, встать, сразу включить свет, какую-то зарядку, свежий воздух, чтобы окончательно проснуться, лучше вот так вот просыпаться. Когда мы говорим о режиме сна, стоит учитывать и психологический аспект. Чаще всего под конец дня у большинства возникают усталость и перегрузка дневной активности, что влияет на нашу работоспособность и приводит к состоянию стресса. Так как мы ежедневно находимся в социуме, нам требуется не только физический отдых, но и эмоциональный. Не менее важен и сам процесс пробуждения, от которого зависит наша активность в течение всего дня. Как утверждают психологи, просыпание должно проходить в спокойном режиме, без резких скачков и сигналов будильника, чтобы организм не испытывал стресс, который может сказаться на активности в течение остального дня. Есть такие, которые адаптировались к этим звонкам будильника, принимают это как данность и постепенно начинают просыпаться. Есть такие, которые регулируют громкость будильника. Тем более, главное здесь не громкость, главное, что сигнал услышан и все. Поэтому все здесь индивидуально. Хотелось бы, чтобы если звонит будильник, не было бы такого, когда человек как-то резко возбуждается, вздрагивает, даже пугается. Вот это не совсем хорошо. Если это регулярно будет испуг, если дети будут пугаться, резкого звонка, то, конечно же, это может сказаться на психике. Вот поэтому выбирайте тональность вот этого звука, регулируйте громкость в конце концов. И в конце концов ожидайте, ожидайте этот звонок, зная, что это ваш друг, который желает того, чтобы вы не опоздали. Сложность при подъеме утрем является распространенным явлением у многих людей и почти не вызывает особого беспокойства. Однако данное состояние может оказать негативное влияние на организм. Поэтому важно следить за режимом сна и бодрствования, чтобы избежать чувства усталости и повысить общую продуктивность в течение дня. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова